Ну а скачать игру на свой телефон, в который я играю, вы можете по моей ссылочке в описании. Также вы там найдете мой промокод, который даст вам приятные бонусы на старте игры. Всем привет, мои маленькие любители криминала, и добро пожаловать на охоту на кидал. Итак, ребятки, перед вами Фрапс, который мне прислал мой подписчик. Мы видим, как он обговаривает условия и говорит, ты мне продаешь скин аниме Тян за 850к, верно? Наш кидал опишет за 1кк, верно? Типа, ну чел? По итогу они договариваются, кидают друг другу трейд, наш кидал кладет в обмен 2 скина, 1 скин обычного бомжа, который стоит тысяч 5, а второй скин аниме Тяночки. Подписчик в свою очередь кладет 850к и нажимает кнопку подтвердить обмен. Но в самый последний момент наш кидал забирает скин Тянки обратно себе и нажимает опять подтвердить обмен. Мой подписчик оказался внимательный и сразу же отменил обмен. Ну а кидал тупо ушел в АФК, а затем ловнулся из игры. Итак, я зашел в игру и в данный момент наш кидал находится возле больницы Арзамаса. У него какая-то странная анимация, если я не ошибаюсь, кажется его кто-то нокнул и он ожидает, пока его вылечат, либо же он отправится в больницу. Я не буду его сразу телепортировать, давайте немножко последим за ним, чтобы убедиться, что он действительно находится у телефона и не смог притвориться АФКшером. Ну в принципе вот мы видим как он двигается и побежал к выходу, а АФКшером прикинуться у него уже не получится. Добрый день! Да, добрый! Что случилось? Вы сегодня совершили попытку развода при продаже с кинотянки. Да, извините, меня тот игрок начал обзывать. Он меня надурил. Только стойте, извините. Игрок с ником Цезарь Лорензо вас надурил? Да, верно. Каким образом? Я у него купить хотел сумку Суприм, он ее убрал и 180к ушли к нему. А вот это уже интересный поворот событий. Я его хотел отомстить. У вас имеются доказательства? Нет, я сильно не шарю. Я прошу прощения, не баньте, пожалуйста. Я долго работал, не баньте, пожалуйста. Извините, прошу прощения у всех администраторам. Извините, хорошо? Больше не повторится. Назовите дату, когда вас обманули. 15 число. Сегодня 18.00. 17.40. Где-то так. Я затаймил. Ну забыл скрин сделать. Ну пока что ситуация развивается очень интересно. Не важно, что Цезарь Лорензо является моим заместителем. Но если он действительно кинул этого игрока, то он тоже понесет свое наказание. Отвечать разводом на развод нелогично. Извините, хорошо? Знаю. Виноват. Извините. Больше не повторится. Но это я слышу каждый раз. Это мы портим экономику так. Извините. Хорошо. Я понял. Прошу у всех прощения. Хорошо? Почему вы не пожаловались администрации после того, как вас обманули? Я не умею этого делать. И это я простил. Мне было обидно. Но это 180к. Меня дурили на 3к. Все приходит с кармой. Бумерангом возвращается к ним. Ну так что решаем? Дело не в размере суммы, а в поступке. Угу. Вы не умеете обращаться в репорт? Ну я извиняюсь. Ну так что, прощаете? Вы понимаете, что за обман и клевету будет жестокое наказание? Да, понимаю. Но не хочу терять ак. В случае, если не подтвердится факт обмана со стороны игрока Цезаря Лорензо, вы понесете наказание. Надолго? Бан навсегда? А если подтвердится, то есть два варианта. Либо оба в бан, либо договоритесь. Хорошо, мы договоримся. Так, ребятки, я отписал техническому администратору ВКонтакте, написал ему никнеймы, описал всю ситуацию. И сейчас он проверит по логам, был ли факт обмана со стороны игрока Цезаря Лорензо, по отношению к этому игроку. Либо же этот игрок меня обманывает во избежание своего наказания. Не надо, прошу! Извините! Пожалуйста! Как не повториться? Честное слово! Ну пожалуйста! Вы пытались многих обмануть. А-а-а! Нифига себе! Братан, тогда бан! А-ха-ха-ха-ха! Вы пи***и! Еб***ые! А-ха-ха-ха-ха! Ху***и! Администратор Ангел Морозаев навсегда заблокировал игрока Конор Вайрон, причина нон-РП обмана. Вот так вот, ребятки, у нас получается. Этот игрок пытался меня убедить в том, что он якобы жертва, он такой несчастный, его тоже пытались обмануть. Но потом технический администратор проверил всё по логам и оказалось, что этот игрок пытался обмануть уже много людей. Ну а мы, ребятки, переходим к следующему фрапсу, опять же, от этого же подписчика. И сразу же видим, где обговариваются условия. Мой подписчик говорит, что я тебе даю в трейд 540к, и ты мне после этого зас с сабом за 60к. Верно? Игрок с ником Тёма Тенсайт подтверждает, что верно. Наш подписчик кидает ему предложение обмена, передаёт ему через трейд 540к, также он всё это таймит. Далее они заезжают на авторынок. Тёма кидает предложение о покупке автомобиля, но обращаем внимание, что в третьем пункте саббуфер нет. Мой подписчик отказывается от покупки и пишет ему, что ты снял саб. На что наш Тёма говорит, блин, точно, сорян, я забыл. Кидает опять предложение о покупке своего ЗАЗа, тут уже у нас стоит саббуфер. Наш подписчик нажимает кнопочку купить, но вместо того, чтобы подтвердить продажу, этот Тёма просто выкидывает моего подписчика из машины и просто уезжает. Ой, мать, в игре я этого Тёму пытался в течение трёх или четырёх дней, но мне это не удалось, поэтому мы его просто сразу же отправляем в бан.